Добрый день! Сегодня у нас будет очередная инструкция. Я буду восстанавливать кроссовки, реанимировать их, так сказать. Буду восстанавливать цвет замши и полностью приводить их в порядок. Кроссовки у нас будут Adidas EQT 91 Cushion. Это коллаборация, то бишь сотрудничество Adidas с магазином Club 75, европейский магазин. Модель отличается от обычной OG модели, то есть оригинальной именно 1991 года, тем, что здесь присутствуют натуральные материалы, здесь все на синтетике. Другая сетка, другие материалы, все сделано по-другому. Ну и ценник, конечно, немножко подороже, но не в этом суть. Здесь модель у меня бушная, за рубежом я привозил ее, получается, чуть меньше 2000 рублей обошлась доставкой. Ну, своих кроссовок у меня, к сожалению, нет, чтобы их надо было восстанавливать. Да, такого я не убиваю. Сейчас вы увидите, как она выглядит, эта модель поближе, что у ней именно случилось с замшей. Носили ее модель полтора года примерно, не ухаживали, сразу же видно, потому что по всему периметру видно, что стирали где-то в стиральной машине, ускоряли сушку. То есть, здесь сразу же видно, вот эти места, они погнулись, сам материал погнулся, вдавился, сохся, вот так вот сказать, обесцветился в каких-то местах где-то сильнее, где-то не сильнее. Но натуральные материалы, это очень хорошо, поэтому их можно восстановить. Здесь еще даже видно, что самое очень прикольное, когда вот, особенно черный вид замшей, ну, думают, ну, ладно, зачем краска, когда есть крем для обуви, он тоже черный, да, и вот так вот губка, особенно с силиконом еще, которая такая, знаете, за 15 рублей. Проходится, и потом она так сжимается, сразу же нет вот этой бархатистости, металлические такие цвета получаются у них где-то, и все, ваша замша полностью убилась. И вот здесь вот так же не ухаживали, везде по всему периметру модель пошоркана, я попытаюсь ее восстановить, цвет и общий вид. Здесь, конечно, просто, здесь черная подошва. У нас мы будем красить, у меня вот есть краска в виде аэрозоля, да, баллончик, распылитель. Я такие не люблю использовать, я два раза там красил, подкрашил, было дело, перекрашивал полностью, вы увидите. Удачно, в принципе, перекрасил, но проблема там, нужно чуть ли не в противогазе одевать, все закрывать, чтобы чисто именно на промежуточную подошву не попало ни капли. У меня была промежуточная подошва белая, а материал был тоже белый, я решил перекрасить в темно-синий, потому что моей расцветки в моем размере не было, это были футзалки, пельни. Ну и немножко я задел вот эти части, и потом я вовремя не оттер, и все, это проблема. Обязательно, если красите материал по всему периметру, нужно обязательно закрывать скотчем строительным, благо скотчей сейчас разных есть, закрываете полностью. Аэрозоль очень так жестко распыляется здесь, ну, я не люблю особенно эти аэрозоли, они меня вообще бесят, честно говоря. Я использую что-то в этом роде. Вот есть такой, получается, называется лосьон-восстановитель цвета, саламадо, ну, все это в районе 200-300 рублей, смотря что, где найдете. Скупиться не надо на этом, вот такой губкой мне будет проще восстановить цвет. Я буду восстанавливать цвет в самом последнем этапе, потому что здесь мне что для начала надо полностью промыть, хоть они и промыты, но мне надо тщательно промыть, вымыть эту всю старую фигню, эту вымыть, смыть, грязь смыть. Промежуточную подошву я как-нибудь запишу видео, я покажу, как это все делать, особенно, которая белая, желтизна, как вымывается, как все. Обычно делают, используют зубную пасту, аммиак, либо, получается, уксусная кислота. Ну, много каких средств используют под пленку пищевую, наносится сперва на белую подошву, промежуточную подошву, на саму резину наносится это все, и потом под пленку и под солнце под 2 часа, 1-2-3, и потом оно это все убирается. Но это будет отдельная тема для разговора. Первым делом все я промою по всему перемеру труб. Потом, здесь, видите, сжалось все, я возьму, вставлю колодки специальные, чтобы распрямить это дело, потом это все более-менее распрямится, когда все высохнет нормально. Я утюгом пройдусь еще по всему периметру, чтобы вот эти сгибы все убрать, все полностью сделаю красиво. Потом я сделаю, восстановлю цвет замши, придамим черный цвет. Потом посмотрю, высушу, может быть, на 2 раза обработаю. Все по инструкции, конечно, сделаю с соблюдением интервалов времени. Вставлю стельку новую, так как здесь ее уже убрали, здесь была крутая стелька. Полностью все сделаю, и конечный этап будет, придам защитные свойства водоталкивающей пропиткой. И, думаю, все будет хорошо. Ну и посмотрим до и после. И все, я думаю, сейчас вы посмотрите. Со мной вы, наверное, больше не увидитесь в этом видео, так что приятного просмотра и до свидания. Я думаю, никто не против будет, если я прокомментирую следующие действия, которые будут происходить на экране. Здесь у нас отмыв более тщательный, температура воды примерно 40-50 градусов, хозяйственное мыло дуру, очищенное белое, губка обычная для мытья посуды, спонж, очень хорошая вещь. В хозяйственный магазин вам в помощь. Ну и щетка. Тут я вам не указчик, в принципе, что хотите, первым отмывайте. Хотите подошву, хотите вверх. Я лично люблю отмывать изначально вверх, потом переходить уже к подошве. Подошву можно более агрессивными средствами тереть, как промежуточную, так и саму резину. Вверх, конечно, не особо желательно. Не пытайтесь там счистить именно грязь щеткой, именно сверху, потому что вы можете запросто счистить всю саму замшу. Здесь деревянные колодки, я использую с Алиэкспресса. Цена вопроса 1300-1500 рублей за две штуки. Вставляем именно, вот только промыл я кроссовки, вставил, придаю форму. Сушиться будет где-то полтора-два дня. Никаких ускорений, никаких батарей, никакого солнца. Все при обычной комнатной температуре в тазике. Здесь мы переходим, как я вам говорил, к очистке самой подошвы. Смешиваю зубную пасту, перекись водорода, уксус. Пасту надо брать именно отбеливающую, белую, никакой там не гель, чисто белая паста. Надо делать, чтобы большая концентрация была, можно другие средства использовать. У меня получилось немного жидкое. Вы сделайте погуще, если вам, конечно, это нужно. Наносите зубной щеткой. Не своей, а именно ненужной. Под пищевую пленку, опять же, хозмагазины, вам в помощь. Хорошо, герметично закрываем. Будет нагреваться, будет такой парниковый эффект, и все агрессивные средства лучше будут действовать именно на резину. Можно также попробовать белой стирательной резинкой потереть. Вот такая вот ситуация у нас получилась. В принципе, неплохо. Можно лучше, если 2-3 раза такой процесс повторить. Но мне как бы не до этого было. Обязательно после стирки проверяйте, ничего ли не отклеилось. Вот здесь у меня носок отклеился. Это обычное явление. И в пятке полиуретановый каркас, вот там на пятке. Зачищаем, обезжириваем ацетоном или обезжиривателем, чем хотите. Берем полиуретановый клей, САР-306, у меня десмокол. Наносим. Можно немножко полминутки подождать, придавить. Но надо долго давить. А можно нанести, как я, подождать минут 10. Потом, он когда засохнет, разогреть его зажигалкой или над газовой плитой. И потом только придавить. Придавить лучше, наверное, уберев об стену. Но я пальцем уже прижимал. Об стену можно нормально придавить. При этом держать в пяточной области, давить. Будет конкретный эффект. На одну-две минуты вот такой результат получается. Все конкретно сидит. Берем перманентный маркер черный. Восстанавливаем чернение, потому что изначально чернение было. Но после стирки клей опять стал виден. На черном это очень критично. Вот такой эффект получился у нас. Полностью черный. Клея не видно. Вот и теперь утюг. Думаю, забыли уже все предназначения утюга. Разглаживаем. Можно с колодками. После того, как с колодками прогладили. На минималку только ставьте. Сильно не пережгите материал. Сильно не нагревайте. Не нужно этого. Восстанавливаем ворс. Изнутри также можно, не можно, а нужно давить именно на эти волны, которые вот эти сгибов. Давите и также проходите с утюгом. Восстанавливайте. Можете хоть самолет слепить из этих кроссовок. Далее переходим по краске. Красил я в итоге и тем и тем, потому что результат от восстановителя мне особо не понравился. Пришлось в кое-каких местах подкрашивать еще. Я как бы все делаю на камеру больше. Ракурс мне неудобно держать такой. Вы сможете сделать раз 150, наверное, лучше, чем я. Ну ладно, я пошутил. Разов полтора-два точно сможете сделать. Проходим. Все места. Уделяем особенно тем критичным местам. Все равно после покраски не идеально, но все же. Разглаживаем также шнурки. Пар и высокая температура дают отличный результат. Тоненькие прямоугольные шнурки стали как новенькие. Всегда проходим, восстанавливаем ворс резиновой щеткой трехкомпонентной. Вам именно нужна резиновая часть. Сгибы все равно будут видны. Они со временем опять появятся. Берем сперминт, то есть перечная мята, эфирное масло натуральное. Старый владелец наградил эти кроссовки кучами литров духов, французских, наверное. Ну вот я промазал, чтобы пахло как жвачкой мятной. Вот такой вот результат получился. Когда красил, хотел показать, что будет, если краской замазать промежуточную подошву. В итоге начал на камеру оттирать и оттер эти белые пятнышки. Благо что-то было под вид акриловой краски и восстановил промежуточную подошву, пятнышки эти. Ну вот такой вот результат получился. В принципе неплохой. Берем губку. Здесь уже как бы она без крема практически. Делаем матовое чернение на пластмассе. Результат хороший, мне очень понравился. Понятное дело, что результат покраски будет не идеален. Поэтому вам в помощь ватная палочка, спрей для чистки замши. Вот где выделяется цвет более черный, там берем палочкой и трем. Немного обесцвечиваем и получается равномерный цвет. Берем вододавчущую пропитку, придаем защитные свойства. На водной основе, именно жидкую, не из баллончика. Потому что там растворители, а это на свежую покрашенную замшу очень плохо повлияет. Поэтому водная основа, второкарбоновые смолы. Мы проходим и получаем в принципе, ну в моем случае, конечный результат. 4 балла. Я думаю, вы сможете намного лучше сделать, потому что я все-таки торопился. Вот такой вот конечный результат. На восстановление ушло примерно 5-7 часов и примерно где-то 5 дней с интервалами, само собой. В принципе, неплохой результат. Все заклеилось нормально. По замше тоже вроде более-менее нормально. И ворс немножко, так сказать, восстановлен был. Ну и цвет стал намного более приятней. Как говорится, все в ваших руках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...